Это самое удивительное место на Земле, где совсем нет времени для скуки, а только хорошее настроение. Масса новых идей и всегда есть чем подкрепиться. Это же виноград с ароматом карамели. Журналист Юлиана Авласова продолжает узнавать секреты отменного урожая. А она уже знает, что самая полезная еда та, что растет в огороде. Чувствую накоплено сегодня. Путешествует по самым необычным белорусским дачам и помогает ведущий Юрий Авласов. Телеоператор, который умеет снимать, копать, обрезать, обрабатывать и проверять на вкус все, что выросло. Проводите в кругу этой веселой и дружной кампании каждые выходные и получайте на даче максимум пользы и удовольствия. Май прекрасен. Все, что было посажено и посеяно в этом месяце, обязательно даст урожай. А тот, кто еще не успел закончить все работы, не расстраивайтесь. У нас на это есть еще все выходные. Вместе мы обязательно справимся. Поехали! Сегодня на даче. В рассаде сегодня арбуз должен находиться примерно 27 дней. Можно месяц, но не больше. Больше он не любит, у него начинают желтеть корни. И это далеко не все тонкости в деле выращивания рассады арбуза. Максим Матяс из Любани расскажет и покажет, как вырастить сладкую и сочную ягоду у себя на даче. Многое зависит от того, что мы прививаем. Если плакучий сорт, то лучше на саму верхушку, чтобы он сверху не спадал. Если у нас прямостоячее обычное деревце, его можно и в основание прививать. Мы берем в данный момент, где нам удобнее, чуть-чуть выше, вот от такой ноги, мы берем вот это место прививки. Мы его чистим секатором. Важно не оставлять сучков. Почему это важно? Как привить хвойное растение? Например, капризную пихту. Секретным методом поделится научный сотрудник Центрального ботанического сада Евгений Кондратов. Туя, можжевельник, кипарис и другие хвойные культуры стали уже неизменной деталью дачных участков. И сегодня до дачи мы попробуем немножко поэкспериментировать и привить хвойное растение. И кто знает, может у нас получится вырастить какое-то эксклюзивное деревце в саду. Отправляемся в Центральный ботанический сад Минска. Евгений, мы дачники, чтобы размножить любое растение. Привыкли черенковать, но я знаю, у вас есть свой метод, эффективнее. Да, у меня есть свой метод, который позволяет размножать растения, которые не укореняются. То есть есть растения, которые дают семена, собрал, посеял, вырастил. Есть растения, которые можно укоренить, это немножко сложнее. Есть растения, которые не укореняются или трудно укореняются. Например, пихта. Нет, если очень постараться, то, возможно, укоренить ее получится. Но ждать придется года два, если не больше. Поэтому у Евгения есть способ сделать это быстро и 100% результативно. Результативно. Ну, что мы будем прививать? Понятно. А на что? Будем прививать на пихту кавказскую. Она очень хорошо в нашем климате растет, регулярно семеносит. И на нее можно прививать почти все виды пихты, кроме одноцветной. И она очень быстро растет. То есть в качестве подвоя, то, на что прививаем, она максимально хорошо подходит. Прививать будем на нее пихту Вича. Это сорт с ярко-голубой хвоей. И, по сути, мы будем этот сорт дальше использовать в озеленении. Он очень красивый, но плохо укореняется. Поэтому мы будем так вот делать. Пихта Вича представляет собой стройное высокодерево высотой до 35 метров с конической кроной, часто ветвящейся к основанию. Растет на японских островах. Но при желании можно вырастить и на белорусской даче. Но есть главное условие, чтобы черенок еще спал. Это значит брать его лучше и зимой. А подвой уже проснулся. Недели две перед прививкой его нужно подержать в тепле. Вот смотрите, видите, почки увеличились в два раза, значит, прививать можно. Дальше мы берем то, что нам нужно. Лучше всего для прививки хвоиных подходит вот такой вот нож для резки бумаги. Он очень острый. Он очень острый, он очень дешевый, он продается в каждом магазине, и эти ножи очень быстро меняются. Сами прививочные ножи для подвоя для этого не подходят. Раньше при Советском Союзе прививали лезвием обычным от бритвы. Ну, как бы сейчас все упростилось, есть уже ручка, и все проще. В плане ленты прививочной есть специальная японская бодитейп, например, но она рвется. А вот оцените, как наша простая молочная, правильно нарезанная. Это обычное подручное средство. Ее надо просто аккуратно, ровненько нарезать, и она будет очень хорошо. Секатр, ткань, спирт. Чтобы очищать смолу с ножа, все есть. Можно начинать. Место для прививки, оно должно быть примерно по толщине черенка. То есть не у основания, а где-то повыше? Многое зависит от того, что мы прививаем. Если плакучий сорт, то лучше на самую верхушку, чтобы он сверху не спадал. Если у нас прямостоячее обычное деревце, ее можно и в основании прививать. Мы берем в данный момент, где нам удобнее. Вот чуть-чуть выше вот такой ноги, мы берем вот это место прививки. Мы его чистим секатором. Важно не оставлять сучков, а резать именно вот так, потому что сучки будут отсыхать, и это не очень хорошо. А раны быстрее зарастают. Кстати, вот эту веточку можно забрать и в бане запарить. Будет очень приятный запах. Хвою на черенке оставляем только на макушке. Для фотосинтеза? Примеряю, где я буду делать срезы на черенке и на подвое. Вот я так это намечаю. Первый срез я делаю на черенке, потому что он еще спит. А дальше уже буду подвое. Я заглубляюсь до сердцевины и прохожу через нее на черенке. Вот я сделал ровненький срез, сердцевина открыта. С обратной стороны я делаю зарез на клин. Самый удобный способ с черенком – это положить его в рот. Потому что нельзя, чтобы сюда попадала грязь. Его куда не положишь, он будет как бы политься вместо среза. Это как хирургическая процедура. То есть нельзя, чтобы у рана попадала грязь. Прививать хвойные деревья и кустарники несложно. Да, особенно если у вас уже есть опыт прививки плодовых культур. А об этом расскажу после рекламы. Смотрите после рекламы в программе «Дача». Это еще рассада не переросла. Если уже будет 4 листика рассаду, мы ее посадим. От этого мы никуда не денемся. Единственное, что после четвертого листика выходит плеть. И ни в коем случае ее нельзя повредить. Потому что если ты ее, не дай бог, повредишь, то это надо будет ждать еще неделю, когда выйдет следующее. И быть аккуратным при высадке. Дачный сезон начинается с рассады. Но далеко не всегда на личных подоконниках. Дачники – люди рациональные, потому в наш стремительный век могут передоверить важные дачные дела специалистам. К примеру, овощную рассаду можно не вырастить, а приобрести. И вот тогда нам пригодятся советы тех, кто рассаду выращивает и точно знает, как ее выбрать. Мы в Любовне в гостях у фермера Максима Матяса. Максим, мечтаю о сладком, сочном арбузе. Расскажите нам про рассаду арбузов. Хорошая, качественная рассада арбуза должна иметь 2-3 настоящих листа. И, конечно же, хорошо развитую корневую систему. Вот, посмотрите, пример. Вот листики. Первый, второй, вот третий. И вот такая корневая система с комом земли. Она светленькая, нигде не пожелтела, ничего. Вот это признак хорошей рассады. В любой рассаде самое главное корешки, не вершки. Потому что если в порядке корневая система, то в почве такая рассада быстро дает хорошие ростки. А в перспективе и плоды. Главная культура у любонских фермеров – арбузы. И здесь знают нюансы выращивания этой культуры. Чтобы получить вот такие арбузы, большие и сладкие, нельзя наделать ошибок с рассадой. В рассаде сегодня арбуз должен доходиться примерно 27 дней. Можно месяц, но не больше. Больше он не любит, у него начинают желтеть корни. А что же делать, если рассада арбуза переросла? Это еще рассада не переросла. Если уже будет 4 листика рассаду, ну, мы ее посадим, от этого мы никуда не денемся. Единственное, что после четвертого листика выходит плеть. И ни в коем случае ее нельзя повредить. Потому что если ты ее, не дай бог, повредишь, то это надо будет ждать еще неделю, когда выйдет следующее. И быть аккуратным при высадке. Вообще, самая главная хитрость при посадке арбузной рассады – это ее часто поливать при посадке. Мы, когда высаживаем рассаду, мы поливаем ее каждые 7 дней по 10 литров воды на одно растение. То есть он очень любит обильный полив. И тогда он быстро начнет развиваться. Ну и, конечно же, надо ждать, чтобы было тепло. Арбуз – теплолюбивое растение. В наших широтах рассаду арбуза нужно высаживать только при среднесуточной температуре в 15 градусов тепла. Если температура ниже, растения будут болеть и плохо развиваться. Известно, что рассада бывает кассетная и разрывная. Здесь используют только кассетную. Вот смотрите, мы вынимаем растение, оно с комом земли, ничего не отваливается. Корневая система вся сформирована, не отрывается ни один корешок. Как только ты ее высаживаешь в открытый грунт, вот ты ее высадил, ты ее засыпал землей, и эти корни сразу расправляются и начинают расти в стороны, вниз, ну, куда только можно в почву. И эта рассада, когда ты ее высадил, она не сидит и не думает. Если для интереса, для сравнения, когда мы покупаем разрывную рассаду, мы ее садим и замечаем, что она 3-4 дня думает, почему она думает, расти или нет. У нее не хватает, ей оторвали часть корней. Вот она сидит и думает, а эта рассада растет сразу. Кстати, рассада перцев – самая капризная, по мнению фермера. И если переросла, сразу начинаются сложности, потому что загублять ее, как томатную, нельзя. Но что еще важнее, это чтобы рассада не была перекормленная. На нашем примере можно увидеть, и я думаю, это видео передает, мы рассаду не кормим перед высадкой вообще. Перекормленная рассада, она такая ярко-ярко-зеленого, насыщенного цвета. Ну, наши люди любят иногда такую рассаду купить. Но в чем будет беда дальнейшая при перекормленной рассаде? Если ты не дашь ту подкормку, которую ей давали до этого, она не станет у тебя так расти. А вид есть вид, а качества не будет никакого. Вид рассады также зависит от того, сколько у нее есть грунта для роста. Объем земли можно использовать как регулятор роста. Вот смотрите, мы сегодня высеяли в один день вот эту рассаду и вот эту. Получается, когда ты делаешь большой объем земли, у тебя рассада развивается быстрее. Вот смотрите, вот в большом объеме земли один большой листик, второй и уже третий. И виден даже четвертый. Вот та же самая рассада в маленьком объеме земли. Здесь только один листик. Если ты высаживаешь для себя, ты можешь маневрировать. Какая тебе надо, чтобы развилась быстрее рассада или развивалась медленнее? Здесь пол-литра объема земли, здесь 0,12 литров объема земли. Еще раз повторяю, высажены в один день. Рассада кукурузы – одна из самых востребованных. Гибриды сладкой кукурузы популярны у дачников. На сегодняшний день мы выращиваем три гибрида. Я вам могу сказать, что все они очень сладкие и все они очень ранние. Зависимость идет в этих гибридах только в окраске зерна. Есть, как обычно мы привыкли, желтое зерно, есть белое зерно, а есть биколор. Это часть кукурузы через зернышко желтое, часть белое. Вот это на сегодняшний самый такой тренд, который есть в сладкой кукурузе у нас в республике. Поэтому мы такие выращиваем и всем рекомендуем. Готовая к высадке рассада кукурузы имеет шесть настоящих листиков. Высадив такую, урожай можно получить через 60-70 дней. Обычно в июле, в зависимости от погоды. Максим, а правда, что нужно закаливать рассаду? Обязательно. На сегодняшний день, допустим, вот на этом примере я покажу, как мы закаливаем капусту. По цвету видно, что листики синеватые капусты. Почему? Потому что она у нас вторую неделю стоит на улице, закаливается. Единственное, что сегодня, когда был морозик, мы заносили ее в теплицу. А так ночи, когда 4-5 градусов, без проблем она стоит. Что это дает? Растение привыкает к тем условиям, в которые мы будем ее высаживать. Мы не взяли ее с теплички, зелененькую, красивую, ухоженную и кинули непонятно куда. Она уже 4-5 дней испытала этот стресс. Она его переросла. Да, действительно, где-то посинели листики. Но зато дальше, когда ты высаживаешь в грунт, она продолжает расти и понимает, что она уже попала в эти условия, которые есть. На улицу выносят все овощи, но их нужно на ночь и заносить в теплицу. А капуста выдерживает более низкие температуры. И ее оставляют закаливаться круглые сутки. А еще есть разница, в какую погоду высаживать рассаду в открытый грунт. Да, действительно, рассаду лучше высаживать любую, любой культурой в пасмурный день. Почему? Потому что, когда ты высадил рассаду, и очень сильно греет солнце, получается, большое испарение у листьев идет, и корни не успевают вытягивать эту влагу с почки. Поэтому, если действительно солнечный день и очень жарко, лучше сформируйте так, чтобы с 5-7 часов вечера рассада высаживалась. Если день пасмурный, можно высаживать с самого утра. Желательно, чтобы их 2-3 дня было пасмурно. Ну, конечно, мы так не угадаем. Поэтому, чем мы можем компенсировать? Это обильным поливом. Обязательно первые 2-3 дня рассаде нужен обильный полив. В воскресенье 26 мая. Отличный день для посева свеклы и моркови. 27 мая, в понедельник. Не забудьте провести борьбу с вредителями и болезнями. 28 мая. Огород и сад подождут. В этот день нельзя сажать, сесть, поливать и подкармливать. В среду, 29 мая. Садоводы. Проводим санитарную обрезку деревьев и кустарников. 30 мая. Световоды. Это ваш день. Самое время для посадки луковичных культур. 31 мая, в пятницу, все в сад. Сажаем малину, крыжовник, ежевику, смородину и ждем небывалый урожай. В субботу, 1 июня. Приглашайте на дачу гостей и отдыхайте. Розовое дерево. Именно так греки называли рододендрон. Но к розе это растение не имеет никакого отношения. Их связывают разве что красота и обилие видов и сортов. А еще рододендрон, как и все растения, имеет свои привычки и пожелания. Это и определенные условия посадки и состав почвы, а еще частота поливов, подкормок и обработок. Про все это еще в начале сезона рассказала Елена Марченко. Из крестьянского хозяйства «Новатор сад». Но прислушаться к ее советам не поздно и сейчас. Елена Михайловна, весна очень ответственная пора для дачников. Каждый думает, что посадить, как посадить, куда посадить. Вот подскажите, мы выбрали рододендрон, фаворит дачного сезона. Что делать дачнику? Выбрали, как сажать? Мы с вами, вот у нас в руках саженцы, однолетние практически, вот им второй год. И у меня, и у вас. Да, и у меня, и у вас. А почему у вас больше? Смотрите, у меня побольше, у вас поменьше, а есть еще меньше. Все зависит от сорта. И когда спрашивают про сантиметры, ну как-то очень трудно сказать, ну сколько вот он сантиметров. Все зависит от сорта. У меня будет высокорослый, например, розовым элеганс. Он, видите, какой уже высокий, красивый. У вас поменьше. Только посмотрите, как точно назвал создатель этот сорт. Розовый, элегантный. Этот вечно зеленый гибрид очень популярен из-за хорошей морозостойкости. Он выдерживает температуру от минус 27 до минус 30 градусов. Максимальная высота кустарника около трех метров, но нарастает он по 15 сантиметров в год. У меня в руках сорт Зембла. Тоже не боится морозов. И вот как зацветет. Только надо правильно посадить. А правильная посадка, самое основное правило, это кислая почва. Только в кислую почву. Все остальное не прокатит. Мы готовим точно так же, как для голубики. Все уже научились голубику выращивать. Вот рододендроны с той же серией. Вот яркий пример, правда, голубики. Но технология ничем не отличается. Туорф, мульчаи. Потребуются подкормки. Что касается подкормки, если мы уже сравниваем с голубикой, то есть уход подкормки будет аналогичный? Да, очень похоже все. Главное, чтобы почву постоянно закисляли. Это можно удобрениями специальными для рододендроновой голубики. А можно просто каждый год еще подсыпать кисленький торф. Это тоже на пользу. Можно подсыпать на зиму опилочками, которые тоже станут кормом последующим для рододендрона. Все это подходит. Важно ли правильно выбрать место на дачном участке? Очень важно. Смотрите, рододендроны – одни из тех растений, которые любят полутень. Им солнце яркое, очень плохо на них сказывается, они не любят его. Полутень – это самое лучшее. И очень любят расти возле хвойников, потому что хвойники уже сами закисляют себе почву. А рододендроны как раз это и любят. Рододендрон – растение семейства вересковое. Деревья бывают нескольких разновидностей. Вечно зеленые – не опадают зимой. Листопадные – цветут два раза в год, весной и осенью. И полулистопадные или полувечно зеленые. Но оказывается, не все рододендроны растут в полутени. Среди всего многообразия сортов можно найти и тот, который любит исключительно тень. Перси Вайсман. Чем же он отличается от остальных ваших рододендронов? Смотрите, это единственный рододендрон из нашей коллекции, который растет в тени. Он себя там очень хорошо чувствует, а дачникам нравится. За то, что в тени-то не все и растет. Иногда хочется что-то там посадить красивое, а оно не растет. А он растет, цветет и благоухает. Перси Вайсман – один из самых успешных сортов этого растения. За год вырастает на 10-15 сантиметров. Обладает плотной куполовидной кроной. Период цветения начинается в начале июня и длится около трех недель. Когда же он порадует своим цветением? В этом году, возможно, уже будут, если ему правильно подготовят почву, возможно, он даже расцветет в этом году. Он один из низкорослых, самый морозостойкий, вообще его родина Япония. Он там как дикорастущий, растет, морозостойкий. Ну, короче, все соответствует и нашим температурам, и он всегда себя прекрасно чувствует. На второй-третий год цветет всегда. Считается, что сажать рододендроны с закрытой корневой системой можно в любое время, но лучше всего весной. Поэтому время еще есть. Успейте как следует поработать на даче. Смотрите после рекламы в программе «Дача». Вот этот вот кармашек ложим черенок. Так. Вот сюда. Место среза у нас полностью совпали. Берем нашу ленточку. Вот она намного удобнее многих покупных резинок прививочных и прочего. Конечно, много, наверное, зависит от привычки, потому что я уже лет 10 ей прививаю. Она мне уже как родная. Ну, те, кому я давал пробовать и кого учил прививать, все ей просто восхищались. Есть растения хвойные, которые семенами размножить трудно, черенками нереально. Купить дорого, а иметь на участке что-нибудь экзотическое хочется. Что делать? Прививать, говорит Евгений Кондратов, научный сотрудник Центрального ботанического сада «Нан Беларуси». И не просто говорит, а учит этому меня сегодня на даче. Вот этот вот кармашек ложим черенок. Так. Вот сюда. Место среза у нас полностью совпали. Берем нашу ленточку. Вот она намного удобнее многих покупных резинок прививочных и прочего. Конечно, много, наверное, зависит от привычки, потому что я уже лет 10 ей прививаю. Она мне уже как родная. Ну, те, кому я давал пробовать и кого учил прививать, все ей просто восхищались. Вот сколько пользы может принести обычный пустой молочный пакет. Все, прививка готова. Дальше ее нельзя только выносить на мороз. Вот это вот растение проснется, пойдет расти. Мы в первый год срежем чуть-чуть, а в следующий год все дико срежем под углом, и у нас будет расти взрослая большая пихта. В принципе, у нас с ней будет проблем. Также прививают кедровые сосны. Кстати, кедровая корейская сосна хорошо прививается на нашу долговечную. Она начинает плодоносить в 60 лет, на крытом месте 25. Если залезть в женский ярук шишечный, срезать оттуда и привить на низ, то она начинает через 3-5 лет плодоносить. И можно собирать орехи на уровне пояса. Прививку хвойных можно делать ранней весной или поздним летом. В последнем случае черенки срезают непосредственно в момент прививки. У них приживаемость лучше всего. Представляете, какое дерево я нашла в ботаническом саду? Это оролкария разнолистная или, по-другому, норфлотская сосна. Это один из 18 видов, который может расти у вас дома. Представляете, всего один вот такой привитый черенок, и у вас на даче комнатная елка, которая сможет расти аж до 2000 лет. Черенок-то я возьму. А вот на что привить? Вопрос. Тут без Евгения я не справлюсь. То есть здесь работает принцип сосна на сосну, ель на ель, пихта на пихту. Есть небольшие нюансы. Например, елки друг на друга переприваются все. И сербская, и колючая. Пихта, например, пихта одноцветная, плохо прививается на кавказскую. То есть, ну, некоторые виды с ней совместимы. По сосне желательно брать двухвойное на двухвойное. То есть, как определить? Берете ветку, если две хвойинки в пучке, то это двухвойное. Есть трехвойное, есть пятихвойное. Вот, в принципе, обычно двухвойное на двухвойное, но кедровое корейское хорошо на сосну обыкновенную идет. И есть даже советские еще прививки, 80-летние. Видно место прививки, видно, где заканчивается обыкновенная сосна, начинается кедровая. И 80 лет, и шишки там собирают, и заготавливают. И, в принципе, все растет без проблем. Кстати, подвой можно вырастить самому. Источнику подвои несколько. Приходите в парк, видите сосна, и у нее шишки до самого низа. Собирайте эти шишки, закручивайте в бумагу, на батарею, они раскрылись. Ну, это чтобы они не рассыпались, они будут выстреливать. Стерли вот это вот крылатки там будут такие, очистили. Замочили в марганцовке на ночь. Марганцовка поменяла цвет на желтенький. Посеяли, у вас выросло. Через три года можете прививать. Если на участке у вас уже растет сосна... То есть, это трехлетний подвой? Да, это трехлетний, трех-четырехлетний. Это четырехлетний, скорее. Если на участке у вас уже есть сосна, можете прямо на участке ее привить. А за черенком отправляйтесь в гости к соседу по даче. А есть же принцип, знаете, почему садоводы друг к другу у гостя ходят вот так вот. Потому что они подошли, посмотрели растение, а потом чик-чик, черенки... Срезали то, что им понравилось. Да, черенки в руках и унесли. Это же как бы... Ну, а как привить, мы уже знаем. Да, как привить, мы знаем. Плюс же есть поверье, что если втихаря отрезал, то лучше приживется. И там, где отрезал, лучше будет расти. И даже у того, у кого отрезали, ему счастье будет повезет где-то. Поэтому тут же... Поэтому дружно беремся за секаторы и идем в гости к соседям. Я шучу, конечно. Лучше по обоюдному салате нарезать. Поэтому... А в каждой шутке есть доля правды. Успехов вам, дорогие дачники! Мне кажется, что все дачники напоминают ждунов. Мы постоянно чего-то ждем. Сначала первый сходов семян, потом урожая. Да взять тот же май. Мы так долго его ждали, а он взял и так незаметно закончился. Теперь снова будем ждать лето. К счастью, оно к нам придет уже в следующее выходное. А я приду к вам, чтобы вместе с вами отправиться на дачу. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok